Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме Инвесторов и Троек ТВ. Мы начинаем эфир передачи. Илья Коровин, ответы на вопросы. И наш коллега из Калининграда, трейдер Илья Коровин уже с нами. Илья, приветствуем вас! Доброе утро! Приветствуем. Илья, сегодня начнем с рынка. Рынок мы с вами постоянно обсуждаем, обсуждаем российский и зарубежный. Что интересного? Вот открыли утром, что интересного обнаружили? Металлы. Золото и серебро, конечно, это там эпические события творятся. Я там не игрок уже достаточно давно. Ну, то есть, мое внимание, другие инструменты отвлекли от этого рынка. Я просто посмотрел, как зритель, но вчера ночью в лес. Илья, я вот выведу золото. Я думаю, что вы мимо золота не прошли вчера. Я все-таки серебро традиционно больше люблю серебро. Поэтому, когда увидел падение с 30 до 24 за несколько часов, я решил, что надо брать в отскок просто. Ага. И, кстати, посмотрим, давайте, какое было падение вчера. Это так. Это получается 4 доллара 76 центов, да, получается, как минимум? Ну, практически 20 процентов мы увидели. Вот если от хайо взять, ну, садить. Да, да, да. Илья, и куда вы успели заскочить? Вы успели заскочить в рост? Потому что сегодня это по отскоку уже. Я в отскок взял, как бы, ну, вот сейчас частично фиксирую, остальное буду держать. Ну, где-нибудь, не знаю. Ну, просто чисто такой вот импульсный отскок. Может быть, в районе 28 подраздам все полностью. Ну, небольшими деньгами, чисто спекулятивная игра, но я такие вот серьезные движения стараюсь не пропускать. Илья, как вы сами себе объяснили это падение? Или даже не задумываетесь? Нет, ну, я видел новостной фон, да, вполне возможно, это вот эта история с вакциной. Ну, просто как-то совпало, и все-таки совпадение, наверное, не бывает на рынке. Если вы знаете, да, вчера эта самая тема прошла, потому что Россия, как бы, эту самую, якобы, вакцину придумала, упускать ее будет предприятие, которое находится под ведением и прям ближе к системе АФК. Поскольку я в системе, как раз, вот, в отличие от металлов, игрок уже достаточно плотный и давно, у меня достаточно большая часть портфеля была в системе. Вот, соответственно, я, конечно, это сразу же увидел. Вот, систему вчера тоже фиксировал. Ну, такое, это Сакерс Ралли я называю, я не люблю очень играть в новости, вот такие краткосрочные, то есть, по новостям, я обычно всегда их, как бы, продаю, да, то есть, если какое-то резкое новостное движение, если у меня есть, если оно в мою сторону, я просто фиксирую позицию. Если оно просто резкое какое-то новостное, то я иногда могу войти в противоход, ну, вот, как вот серебро взял. Вот, всегда такие движения, они слишком эмоциональны, они слишком, как бы, переигрывают, переоценивают та новость, которая выходит, и, в общем, я стараюсь этим пользоваться, если есть на это время, там, ресурсы и так далее. Вот, поэтому все это совпало с этой самой историей, то есть, система взлетает на 13%, в максимуме она была, вот, начинают расти многие компании другие, я смотрю, то есть, вот, мой сектор весь вчера рос, и Холибертон рос, и Карнивал рос, вот, то есть, в общем-то, те акции, которые были наиболее забиты из-за ковида, вот, они вчера показывали очень мощное движение. А поскольку металлы, они, значит, шли в противоходе ковида, да, наоборот, то есть, все плохо, и металлы растут. Ну, понятно, инструмент убежища, понятно, да. Видимо, видимо, это вот такая же обратная реакция, да, то есть, поскольку с карантином теперь стало все хорошо, то металлы росли на ужесточении ситуации, и вот, вроде бы, вчера, ну, может быть, ну, я так просто это трактую, всегда новостное движение, это одно эмоциональное, кто-то вот, там, может, стопы просто стали работать, да, удар произошел, определенный новостной, потом стопы захватило, и уже там пирамидка пошла складываться. Очень, в принципе, по движению было похоже на стопы, реально. И то, что вчера на вечерке, ну, и на вечерке, на ночной сессии, да, на японской ночи я посмотрел, я уже в этом не участвовал, я спал, смотрю, было еще ниже, можно было еще ниже взять, но когда я проснулся, серебро было уже выше, чем я вчера покупал, хотя ночью можно было взять дешевле. Ну, то есть, это, опять же, на вас ночное движение показывает, что очень похоже на стопы на тонком рынке. Да, и вчера еще дополнительная, как бы, история была с московской биржей, слава богу, тут до трагедии не дошло, потому что серебро вернулось, но, в общем-то, опять ошибка та же самая, ничему Мосбиржа не учится. Вчера серебро легло на планку на вечерней сессии, да, на 24,9, там, что, 92, что ли, ну, а весь рынок полетел ниже. Вот, и наши игроки опять оказались, благодаря Мосбирже, самыми, мягко скажем, самыми умными, типа, да, на самом деле, самыми незащищенными. Весь рынок торгуется, все там падает, а у нас знаменитый зеркальный контракт, теперь уже на серебро, остановлен в московской бирже. Вот такая история. Если бы сегодня мы открылись там же, где вот Японию затолкали рынок там на 23, то в итоге мы получаем, что рынок на московской бирже замер примерно на 8% выше тех цен, которые были ночью. Вот, так что никаких выводов вообще. Я понял вас ясненько. По, вы интересно сказали, якобы создана вакцина от коронавируса. Я понимаю, что вы имеете в виду. Я вчера читал бурную дискуссию на эту тему. Ну, там основные претензии мирового сообщества заключаются в том, что, коллеги, если вдруг кто не в курсе, я, чем задать вопрос, вам поясню. Илья-то в курсе, я думаю, он из семьи врачей, поэтому он читает эти новости с удовольствием. Так вот, друзья, объявили о создании вакцины, президент объявил. Вот, и, значит, там удивительная история. Ее только испытывать начали в середине июня, а через два месяца уже объявили, что запускают в серию. Вот, в чем здесь вопрос? Обычно тестируется на тысячу-десять тысяч участников до полугода, чтобы изучить не только действия вакцины, но и побочные эффекты. Потому что, знаете, может вы от коронавируса спасетесь, а потом у вас почки отвалятся. Это же дело такое. Это же организм. Или давление скакнет, или там желудок отреагирует не так. А здесь получилось всего два месяца, 76 человек тестировано, и как бы, ну, всего два месяца, и ни одной научной статьи. Да, центральное событие, научные статьи, научные публикации, чтобы все ученые могли познакомиться и высказаться. И почему это важно? Потому что итоговый результат, причем не только в вакцине, хоть в чем, хоть в ракторостроении, хоть в космосе, хоть что, берите, итоговое решение после публичного научного обсуждения, оно всегда немного меняется, потому что умных людей много, каждый свое вносит, и получается результат. А тут 76 участников испытаний, два месяца срока, и сразу серию производства. Как это может быть? Самое главное, Илья, я обратил внимание, что, почему сейчас мы стали цивилизованнее, что, ну, во-первых, вакцина напоминает коммунизм, никто его не видел, но все в него верят. Но самое главное, что нет уголовного наказания за ее неприменение. Вот если бы вы отрицали коммунизм в 80-м году, там бы срок прилетел сразу. А здесь нет. Не хочешь, не вакцинируйся. О, фу, я прямо пот солбал, вытер. Поэтому мой вопрос вам, Илья, а вам не кажется, что серебро и золото, если мы с вами допускаем, что это падение было связано со снижением такого общей мировой напряженности из-за того, что вот найдено средство от коронавируса, вам не кажется, что сейчас надо брать серебро и золото на все всем, потому что, ну, скажем так, пока подтверждения тому, что этот препарат работает, нет? Ну, смотрите, два вопроса. Да, да, я согласен с вами в оценке вакцины. Да, мы друг друга понимаем абсолютно. Это настолько, как бы, размытая очень вся эта тема, связанная, да, с вакцинами, с тем, насколько она проверена, насколько она будет работать, не будет работать. А самое главное, вирус мутирует постоянно, да, и это подтверждают все медики. И это не тот тип вируса, который можно один раз вакцину придумать, и все, уже всех вылечили, да. Он постоянно меняется, там нужно будет, соответственно, вакцину это тоже менять. В общем, это тема на годы, и, в общем-то, все врачи, все медики об этом говорили, что не ждите вы этой вакцины, то есть она, принципиально, ничего не решит, да, то есть это будут какие-то штрихи на поверхности, белый шум, как мы говорим, трейдеры. Ну, поэтому, в общем, вакцина, да, это очень такая шаткая основа для каких-то долгосрочных серьезных позиций. А что касается серебра-золота, я глобально бы тоже в них не входил, потому что мне как раз кажется, что вот те цены, с которых мы сейчас рухнули, в общем-то, это и были перегретые тоже цены. Я понимаю, да, конечно, там есть гораздо более фундаментальные факторы, чем под вакцины. Это ликвидность. Сумасшедшая ликвидность, которая была объявлена в марте-апреле обсуждали, неизбежно она должна была такая мощная лавина вынести наверх все рынки. Это и произошло. СНП уже компенсировал все дековидные падения, уже многие инструменты показывают новые верха. Ну и вот золото тоже, да, как инструмент, конечно, антиинфляционный, скажем так, плюс инфляционный, да, то есть если очень много денег в системе появляется, то золото один из кандидатов на рост. Это понятно, традиционно. Вот. Но все-таки, все-таки перегрета, мне кажется, ситуация уже вот с этими ценами. Поэтому сейчас информация по вакцине, она, может быть, просто была таким неким триггером, который, в общем-то, спускает пары из-за перегретых металлов. Я бы сказал так. И глобально, если вы помните, моя точка зрения была, что страсти по ковиду, так называемые, они осенью начнут спадать, потому что вторая волна ее, скорее всего, не будет. Если она и будет, то это не будет сопровождаться карантинами. В общем, моя точка зрения, много раз я говорю, что неожиданные новости, они всегда приводят к серьезным движениям на рынке, а уже то, что мир, рынок, индустрия ожидает, уже сильного негативного влияния никогда не оказывает. Вторую волну все ждут, поэтому даже если она произойдет, это не приведет к обывалам рынков, скорее всего, ее не будет, и тогда у нас ускорится восстанавливающее движение. Поэтому для меня то, что произошло вчера, локально быстро это на отскок надо брать, и я это сделал, но глобально, мне кажется, мы начинаем видеть вот уже серьезный разворот. Может быть, второй верх будет, вторая вершина, может быть, опять куда-то зайдем, потом уже будем падать более свободно осенью. Но это точно, я сейчас не долгосрочный игрок в металлах. Это одно иное. Я понял вас. Хорошо, спасибо, Илья. Поняли, спасибо. Другие инструменты, понятно, это оперативное движение мы поймали, другие инструменты, вы стратегически многие инструменты рассматриваете, в том числе Netflix, мы с вами обсуждали, как по ним дела? Netflix там же болтается, вот 470 на 500 с копейками, в общем, график можно посмотреть, ну, такая консультационная у него история, больше никуда он не рвется, ни вверх, ни вниз, вот там сейчас все спокойно. Вот, например, такая ситуация, там, и у Tesla, я смотрю, да, мои основные, да, вложения в американские бумаги, это Карнивал, Холлибертон и Боинг, ведут себя очень неплохо, ну, в частности, вот тоже движение последних дней, мощная очень, в Холлибертоне, за месяц вообще рост с 12 до 16 с половиной, вот если за месяц взять, а за последнюю неделю 10% примерно рост, в Холлибертоне, во многом вчерашнем дубле. У Карнивала примерно такая же ситуация, причем, что интересно, они сейчас стоят одинаковых денег, 16 долларов и то, и другое, они все-таки, ну, ходили около одних и тех же цен, но по-разному, Карнивал, как правило, был подороже, на пару-тройку долларов, сейчас они прямо одинаково стоят, их можно перепутать, вот, ну, Боинг тоже, в общем, как бы, у верхнего диапазона находится, 180, ходил он 155, буквально неделю назад, сейчас отскочил 180, вчера был почти 190, ну, то есть, в общем, тоже вот на этом движении, вчерашнем, на вакцинном, они все подскочили, смотрим, что будет дальше, потому что тоже, где та же самая логика, я считаю, что, в общем, сейчас страсти по ковиду в любом случае будут уходить, и вот это вот вчерашнее резкое такое движение, оно может быть просто начало вот этого процесса, за что самые забитые бумаги тоже начнут выходить из кризиса, потому что, в целом, конечно, кризис закончился уже месяца два назад, это понятно, потому что, ну, СНБ сразу же показал, что все, все кончилось, все вливания денежные начинают работать, вот, а вот забитыши, забитыши еще остались, да, вот я вот сейчас сижу в забитышах, и вот я думаю, они тоже сейчас начнут в ближайшем месяце резко работать, в общем-то, под забитышами, я в том числе и нефть тоже считаю, потому что, в общем-то, 45, конечно, это намного лучше, чем 20, которые мы видели весной, или там лучше отрицательных цен, да, но все-таки это низковато, исходя из перезапуска мировой экономики, которая сейчас, де-факто, происходит, надо опять 50-60 возвращать, поэтому нефть по-прежнему, я тоже считаю забитышем, по-прежнему в ней сижу. Я понял вас. Илья, вот я бы очень хотел разделить ваш оптимизм, да, термин «забитыши», друзья, запишите, «забитыши», это инструменты, опаздывающие от общего, отстающие от общего роста. Словарь Ильи Коровина, не изданный еще пока, но я думаю, что-нибудь мы увидим на эту тему. Так вот, оптимизм. Илья, меня до сих пор шпыняет нашим эфиром 3 февраля, когда мы с вами говорили, да, через два месяца про коронавирус все забудут. Я говорил, да, Илья, так и есть, так и будет. Люди у нас все помнят, слушай ты, наш народ. Вот, вот тогда мы с вами были излишне оптимистичны, это точно, но я думаю, мы с этим согласимся оба. А вот сегодня только вы излишне оптимистичны. Почему? Потому что вчера я разговаривал с галереями по инвестициям в искусство и с одним из художественных музеев в очень крупном регионе, собрался туда ехать через недельку на переговоры. Вот, но ничего этого не состоится, потому что и московские галереи, и региональный музей сказал, Игорь, какой октябрь, вот дай бог, чтобы декабрь был, вообще все стоит, Илья. То есть с точки зрения коронавируса в стране полная остановка, никакого возобновления деятельности в октябре, на словах да, по сути говорит нет. Почему? Потому что, ну, так сказать, никуда он не ушел, он сохраняется, цифры показывают меньше, а на самом деле, говорят, особенно в регионах, почему-то, я не знаю, может быть там статистика хуже, претензии больше, на самом деле, говорят, все только растет. Поэтому вот этот оптимизм, особенно по рынкам, я бы тоже очень хотел разделить, тем более у меня бизнес от этого прямо зависит, но что-то не получается. Илья, вам не кажется, что с цифрами какая-то идет эквилибристика, и что-то с цифрами непонятно, они слишком часто не бьются? Нет, тут я абсолютно стою на одних и тех же позициях, и, в общем-то, жизнь показывает, что, ну, все как бы правильно мы тогда считали и говорили. То есть фраза, что о ковиде все забудут, ну, и можно трактовать по-разному, да, и по-разному к ней относиться, с точки зрения рынка мы действительно забыли, потому что рынки вернулись уже давно. Да, вот если, опять же, мы забитышей не берем, как бы, очень небольшого количества, в целом, конечно, все вернутся. Да даже нефть, ну, блин, ну, она была 20, там, 10 была поставочная, да, сейчас она 45. Ну, что, что еще тут сказать? Естественно, как бы, никакого ковида уже в ценах нету ни у нефти, ни у 90% акций, которые стоят сейчас до кризисных цен, да, я говорю, в целом в мире. Вот, если брать там СНБ, там, и так далее, входят в индекс, многие рекорды уже ставят. Ну, какой уже тут ковид? Рынки давно забыли, перемололи, пошли дальше. Более того, еще и оптимистичные золото, исторические верха, бьет. Ну, все круто. Ну, а что касается самого ковида, вот, свидетели ковида, как бы, да, которые продолжают читать цифры, число заболевших, там, и так далее, ну, это уже такая волна оставшиеся людей, которым, ну, очень любят они рефлексировать на то, что было. Мы трейдеры, мы стремлены в будущее, и нам нужно быстро очень оценивать ситуацию, ставить ей диагноз. То есть, диагноз, что ковид де-факто перестал влиять на рынки, это уже диагноз двух месяцев назад, мы должны уже рассмотреть будущее, мы должны смотреть уже, как бы, с учетом тех вливаний денег, которые произошли и будут влиять на будущее дальше. Мы должны это оценивать. а рефлексировать по прошлому, по факту того, что есть болезнь, которая, как мы уже многократно говорили, переболеем мы все, может, уже многие из нас переболели, может быть, бессимптомно, как бы, и так далее. Это уже факт, эта болезнь уже есть, она все, она у нас уже, человечество уже с ней столкнулось, и все, это перемололи, пошли дальше. Да, будут заболевать, да, будут продолжать умирать, да, определенный небольшой процент, как он и был, так он и останется. Вот, то, что число заболевших будет расти, это нормальное развитие любого вирусного заболевания. То есть, это никак на рынке уже не повлияет, это уже данность, это уже факт, это произошло. То, что уже произошло, уже находится в центре. Мы должны это знать, как трейдер. На рынке то, что еще не произошло, вот, это точно не ковид, он уже произошел. Заниматься отслеживанием цифр не имеет, по ковиду не имеет никакого практического смысла. Я понял вас. Ну, естественно, да, от сезонного гриппа тоже тысячи людей в год умирает, поэтому, ну что теперь, естественно, заболевание есть, и, как вы правильно сказали, оно останется с нами, да, тут, понятно, с периодическими вспышками. Павел Дагаев пишет, вот и у нас главную выставку перенесли на 21-й год уголемайнинг, зря я целый месяц стенд в 3D моделировал. Ну, Павел, я вас понимаю, я тоже тут корячусь, уже такую выставку подготовил шикарную персональную выставку Евгения Почарова, и все, и остановилась. То есть, мне кажется, это больше психологическая, больше паника какая-то, которая пока не прошла. Да, рынки в себя пришли, а вот общая паника такая, бытовая, она, видимо, еще пока не прошла. А это не паника, я тоже об этом писал статью 2 месяца назад, все заранее об этом написал, что существует временной лаг всегда во все кризисы, финансовые рынки рушатся, потом, когда они начинают расти, проблемы начинаются в реальном секторе. То есть, это тоже уже все, вот то, что сейчас происходит, уже было понятно 2 месяца назад, то есть, я могу об этом говорить, на Facebook заходите, мои точки читайте. Ее, кстати, перепечатывали очень многие, Евгений Коган, как бы, мою статью тогда взял, тоже, как бы, у себя разместил на своих ресурсах, потому что, ну, она была действительно объективна, да, и все люди опытные, кто проходили несколько кризисов, они все со мной согласились, то, да, сейчас рынки будут возвращаться наверх, а в реальном секторе будут происходить отложенные проблемы, потому что, ну, просто, они не могут не происходить, исходя из того, что было у нас с карантином во всем мире, да, то есть, понятно, что будет большой удар по общепиту, понятно, что очень многие не выдержит, а в политический бизнес очень многие, да, будут загибаться, как бы, и будут разорены, они потому что, как я так скажу, не все компании были готовы к тому, что закроются границы, и это понятно, что банкротство в таких секторах, они происходят не за один день, это рынки финансовые сразу же реагируют, моментально, в секунду, на все события, а реальность сектора, они будут отложены, то есть, у них там есть определенные платежи, которые они могут там тащить, какие-то подушки, у них есть кредиторы, которые не сразу будут с них требовать деньги, просрочки банки тоже, если идут там, они не сразу же обращаются в искание, это длительные процедуры, банкротство, всего остального, и понятно было, что с лаком там в 3, 6, 9 месяцев это будет все происходить, вот оно и происходит, то есть, опять же, это не новая информация, а мы отыгрываем то, что было ясно еще несколько месяцев назад, поэтому это тоже, надо назвать какой-то вот, новой проблемой, это вот как бы отложенный эффект, да, концертные залы, выставки, все, что связано с онлайном, да, они получили удар, сейчас уже, поскольку карантины сняты, те, кто выжил, они получают определенную, как бы, поддержку и возможность, как бы, выстроить свой бизнес заново, но, опять же, многие получили настолько серьезные раны, из-за этого карантина, что они не выживут, они сейчас будут организировать, и с той или иной скоростью будут умирать, рынок будет очищаться, более сильные конкуренты получают сейчас преимущество, доля рынка как бы увеличивается, у сильных слабые уходят с рынка, это тоже, в общем-то, это положительный фактор, тоже я об этом все писал два месяца назад, эти события тоже сейчас происходят, вот, вот мы все это видим, ну, все объективно. Я понял вас, ясненько, спасибо, Илья, так что, едем дальше, господа, надеемся на лучшее, те, кто выживет, тот будет работать в условиях меньшей конкуренции, и, конечно, перспективы роста будут значительно выше, чем, допустим, в прошлом году, спасибо, Илья, следующий вопрос, естественно, я не могу его не задать, суд по поводу событий 20 апреля, отрицательные цены на нефть, я знаю, что он состоялся, первое заседание предварительное, какие результаты, что думаете? Ну, пока все хорошо идет, то есть, если прошлое заседание, Музбир же заявила с НКЦ, что это дело надо рассматривать в суде, третейском, по-моему, третейском, да, соответственно, они хотят применить третейскую оговорку, но мы понимали, что, в общем-то, такой ход может быть, он, конечно, очень странный, потому что, со всех точек зрения, не применяется третейская оговорка в подобных процессах, как у нас, в общем-то, мы по пяти пунктам возражения дали, 10 числа, да, позавчера, ну, вот биржа почему-то решила все-таки это попробовать, я не знаю, то ли они действительно надеются каким-то образом, что судья пойдет в эту сторону, то ли они имеют какую-то информацию, что судья должен пойти в эту сторону, что очень странно будет в процессуальной точке зрения, то ли просто тянут время, то ли просто, ну, попробуем, а вдруг, да, такая логика, конечно, там, вся аргументация на 99% то, что это просто процессуально недопустимо, ну, там куча из пунктов, но основной из пунктов это тот, что, в общем-то, тот документ, в котором прописана третейская оговорка, правила торгов на срочном рынке, этот документ в преамбле описывает, что он, касается взаимоотношений между биржей, НКЦ и брокерами, то есть там написано, что это клиринговый центр, участники клиринга и участники торгов, описываются в этом инструменте, участники клиринга и участники торгов, это брокерские компании, юридические лица, имеющие соответствующие лицензии, естественно, мы клиенты участников торгов, трейдеры, никакого отношения к этим договорным отношениям не имеем в принципе. Более того, поскольку мы не являемся частью этого договора, третейская оговорка на нас не распространяется, хотя бы в смысле юридическом, что третейская оговорка, она определяется соглашением сторон, а мы не подписывали эти соглашения, мы тут никак не можем быть. Ну и куча дополнительных подтверждений, никогда суды частных лиц против московской биржи в третейском суде не рассматривались, они всегда рассматривались в арбитраже, их не так много, мы нарыли там практику, там три или четыре дела всего было за последние годы, но все они были в арбитраже, никто никогда не пытался в третейский суд пойти. И биржа никогда не заявляла третейскую оговорку ни в одном суде против клиентов, участников, против трейдеров. Ну, значит, биржа нас очень высоко ценит, я скажу так, что она впервые за всю историю вдруг попыталась уйти в третейский суд от подобного судебного разбирательства, из арбитража. Ну, спасибо за оценку наших трудов в московской бирже, что она такие эксклюзивные вещи против нас пытается применить. Вот, ну и был очень интересный момент в самом заседании, когда, значит, ну, наш юрист пять возражений дал против этого, Мосбиржа, соответственно, встала и пыталась парировать возражения на возражения, вот, говоря о том, что эти соглашения описывают, нашла пункт в соглашениях между московской биржей и брокерами. И в этом пункте написано, что эти правила касаются всех взаимоотношений, возникающих на срочном рынке. В одном из пунктов. Андрей, наш юрист встает, говорит, уважаемый суд, я могу задать вопрос Мосбиржу? Я говорю, задавайте. А он говорит, покажите, пожалуйста, в этих правилах, где там написано, что эти правила относятся к трейдерам, клиентам, участникам торгов. Вот, в преамбуле написано, что они касаются брокеров. А где здесь написано, что они касаются трейдеров? И представитель биржи говорит, да эти правила вообще не имеют никакого отношения к трейдерам. Как бы, и зачем вы пошли против нас в суд? У нас с вами нет договоров взаимоотношений. И Андрей говорит, уважаемый суд, я прошу заметить, что ответчик сам только что сказал, что эти правила не имеют никакого отношения к трейдерам. Почему же они применяют ретейскую оговорку, которая описана в этих правилах? А представитель биржи говорит, ну мы применяем эту оговорку, потому что вы же с иском к нам в суд пошли, соответственно, мы эти правила применяем. Андрей говорит, что, опять же, обращаю внимание в суд, что мы пошли не по договорным взаимоотношениям в суд, а по деликту. То есть нам биржа нанесла своими действиями ущерб. Мы судимся не по соглашению, не по договорным сомнению. Судимся по факту. Ну, в общем, там туша, конечно, было, и судья сказал, делаем, уже не перерыв, а переносим заседание на 27 августа. Соответственно, просит биржу там все свои возражения письменно представить, ну и будет принимать решение. Я не знаю, почему судья с самого начала как бы не отбил трейдерскую оговорку. Ну, возможно, не знаю. Ничего не буду говорить, суд есть суд. В общем, не буду разобраться в этом вопросе. Я понял. Так, следующее, 27 августа, это уже основное заседание? Нет, это пока вот этот вопрос рассматривается. То есть вот биржа запустила эту тему 4 августа, и вот мы практически месяц будем ее обсуждать. То есть 27 августа в первую очередь будет рассматриваться вопрос патриотической оговорки, соответственно, все остальные действия сейчас приостановлены. То есть это ходатайство, которое препятствует рассмотрению в данном суде. То есть оно превалирующее над всеми остальными. Ничего другое делать сейчас просто неправильно процессуально, потому что рассматривается вопросом, а вообще в этом суде должны судиться или не в этом. это просто задержка времени. Если, соответственно, биржа в третейской оговорке откажут 27 числа, то мы дальше продолжим процесс. У нас заявлено кондатайство определенное, и уже следующее заседание может суд назначить основное. А может и продолжить тоже предварительно, потому что по нашему первому суду, как вы знаете, мы в предваривке сидели год и два месяца. Я помню эту историю, это очень долго, коллеги, кто не в курсе, то есть необычно долго, но вот такая практика рассмотрения дела по этой направленности. Что касается Московской биржи, я вот бросил сейчас ссылку на свой Фейсбук, это буквально перед моим включением я вдруг в Фейсбук мне подбросил воспоминания. Я вот там написал. Пять лет назад значит Мосбиржа запустила сервис, школа срочного рынка Московской биржи, поддержка Сергея Коровиным. Это был такой новаторский ход, ни для одного преподавателя Мосбиржа этого не делала. То есть онлайн поддержка от лица Московской биржи я консультировал людей на срочном рынке на постоянной основе. Там чат специальный. Вот Фейсбук мне это подбрасывает воспоминания, и я просто нажимаю на ссылку с полной уверенностью, что она почищена. Нет, я до сих пор вешу в школе срочного рынка Московской биржи, и вы там почитаете, да просто очень интересно. Значит, там я характеризуюсь как профессионал рынка, который знает свое дело, понимает вопрос, глубоко разбирается в деталях, и имеет толковое объяснение. Я два года служу с Московской биржей по поводу их выкрутаться в срочном рынке, и до сих пор в школе срочного рынка вешу как специалист высокого уровня. Это обычное дело. Это обычное дело. Я каждый год выступаю в Роспатенте по теме патентования в сфере широковещания, и сужусь ровно по той теме, в которой я выступаю. Ровно по этой теме я сужусь в суде по интеллектуальным правам. У нас заседание 20 августа, так что посмотрим, какое будет решение. Тоже будем биться абсолютно в том же ключе, как у вас, такие же события происходят. Илья, спасибо большое вам за рассказ по этой теме, желаем вам удачи. Естественно, итоговый вопрос про Союз трейдеров, какие движения, что происходит? Заканчиваем буквально на этой неделе уже все документы для подачи. На прошлое должны были подать, чуть-чуть подзадержались. Большое количество нас учредителей из 10 городов страны, со всех нужно собрать документы. Ну и уже должны запуститься. Наверное, на начало сентября мы просто не успеем, технически по срокам, но все-таки в сентябре, хотя бы к концу, я надеюсь, мы зарегистрируемся. В общем, сейчас главное все-таки пройти всю чтобы было уже как можно меньше вероятности отказа, поэтому чуть-чуть задерживаемся, но с большей вероятностью. Я понял. Ну, нет, мы не торопимся никуда. Следующий месяц, это вот отлично, так сказать, сентябрь, тем более начало делового сезона, все уже вернутся из отпусков, так что это будет очень вовремя и уместно. Я так понимаю, будет какой-то сайт, куда могут люди заходить, регистрироваться. Да, сайт, в общем-то, уже есть, мы единственное его сейчас держим в оффлайн режиме, потому что мы не можем пока, пока мы не учреждены, не можем официально там собрать информацию и так далее. Но сайт уже давно достаточно есть. То есть можно будет онлайн зарегистрироваться, вступить, онлайн все дела поделать, да? Да, все удаленно можно будет, ну как вот брокерский счет открывать, так можно будет в профсоюзе купить. Замечательный план, замечательный. Илья, спасибо вам большое за ответы на вопросы, желаем вам успешной торговли, успехов в судах и в создании профсоюза трейдеров с нетерпением, ждем, когда он будет оглашен. Хорошего дня. Спасибо, всем удачи, вступайте в нашу группу профсоюза. Это первый шаг на вступление в профсоюз. Спасибо, до свидания. . . . Продолжение следует...